И все же трейдеры пока воздерживаются от продаж доллара. Американская валюта по-прежнему пользуется спросом в качестве актива-убежища при росте опасений за эпидемиологическую обстановку в мире, а также на фоне политической нестабильности в США. Котировка индекса USDX, демонстрирующего положение доллара по отношению к корзине из шести мировых валют, вновь укрепляет свои позиции выше ключевого уровня на 92.00. По итогу азиатских торгов сегодня график располагался вблизи уровня 90.40. Вчера несколько представителей Федеральной резервной системы высказали свое убеждение в том, что американский Центробанк не собирается сокращать программу выкупа активов в условиях, сохраняющихся в крайне высоких темпах распространения коронавируса. Что касаемо политики, то Дональд Трамп все-таки стал первым в истории президентом, который дважды подвергся процедуре импичмента. Инвесторы ждут комментариев от новоизбранного президента Джо Байдена, который должен выступить с речью уже сегодня вечером. В ходе выступления будут озвучены детали многотриллионного пакета финансовой помощи. По отношению к японской иене доллар также отыгрывает утраченные позиции. Как мы и предполагали во вчерашнем информационном обзоре, котировка не смогла преодолеть поддержку на 103.60 и направилась к сопротивлению к отметке 104.25, прорыв выше которой откроет путь к цели на 105.50. Иена ослабла и после решения японского правительства расширить действия чрезвычайного положения в районе Токио еще на семь префектур на фоне устойчивого роста числа случаев заражений коронавирусом. Между тем, Банк Японии заявил, что готов начать дополнительные денежно-кредитные стимулы, если кризис в области здравоохранения стране угрожает сорвать хрупкое восстановление японской экономики. А в Китае вместо ожидаемого отката от 40-летнего максимума значения сальдо внешнеторгового баланса, эксперты зафиксировали продолжение роста и обновление исторического рекорда. Никогда прежде Китай не имел столь высокого значения в разнице между экспортом и импортом. Поставки из Китая увеличились на 18,1% по сравнению с декабрем прошлого года, а импорт на 6,5%. Чувствительный к данным из Китая, австралийский доллар смог преодолеть силу доллара США и все же направить котировку AUDUSD вверх. В техническом плане график еще вчера не смог пробиться выше уровня сопротивления на 0,7770, а сегодня попытки возобновляются. Однако эксперты технического анализа все же ведут больше потенциала для возобновления нисходящего движения. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!